В Сочи температура воздуха днем поднимается выше 30 градусов, а значит опасность возгорания сохраняется в том числе и в лесных массивах. Накануне в Лазаревском районе произошло два лесных пожара. В настоящее время нельзя разжигать костры, нельзя бросать окурки где-то там в лесу, потому что у нас хоть и смешанные леса, но возгораются довольно-таки быстро. И долго приходится добираться порой, а бывают места недоступные, где очень сложно пробраться, там техника не проходит, и только спасатели пешком, но подвоз воды фактически туда ограничен. На планерном совещании глава города Анатолий Пахомов распорядился создать дополнительно добровольные пожарные дружины, их на сегодня 36, а на территории нацпарка необходимо ограничить доступ к туристических групп, в сельских поселениях круглосуточно ввести мониторинг. Смотрели за территорией, потому что если это быстро все увидеть, можно быстро ликвидировать. Естественно, что вам необходимо проверить тот инструмент, который должен быть для принятия первых примитивных мер пожаротушения. Глава города обращается к сочинцам не оставаться равнодушными к тем, кто бросает окурки на сухую траву. Вновь критике подверглось поведению любителей животных, которые нарушают правила выгула собак. Одно из проблем, с которыми мы столкнулись на территории центрального района, это выгуливание домашних животных в районе Зеленой зоны на завокзальном мемориальном комплексе. В настоящее время администрации центрального района подобрана альтернативная площадка, которая находится в непосредственной близости. Это территория в районе дублера курортного проспекта. То есть достаточно спуститься вниз 300-400 метров, где можно без проблем выгулить своего питомца, где нет такого массового пребывания людей, а также нет каких-либо объектов. Много жалоб поступает главе курорта от местных жителей, которые встревожены отношением людей к памяти. Ведь мемориал – это захоронение солдат времен Великой Отечественной войны, а памятники на площадях города – тоже история, которая требует бережного отношения. И не стоит их использовать как детские площадки и вытаптывать зеленые газоны. Памятники являются объектами культурного наследия. К ним и вообще к памяти нужно, конечно же, относиться уважительно. Все вроде бы это понимают. На самом деле, вот эта работа наших дедов и отцов, памятник Ленину, был установлен в 1957 году. И в советские времена на площади перед памятником проходили различные комсомольские и пионерские мероприятия. А отдыхающие из Астаны даже завидуют сочинцам, ведь в нашем городе все памятники остались нетронутыми. К сожалению, наш памятник давно вывезли в какое-то неизвестное место. Памятник у нас был великолепный, большой в Астане. Сейчас нет памятника. Историю переписать нельзя. Она какой была, она останется навсегда такой. А история с сегодняшнего дня – это награждение руководителя пресс-центра администрации города Татьяны Пшенисновой. Именное благодарственное письмо получено от руководства Международного информационного агентства «Россия сегодня». Городской пресс-центр признан одним из лучших при подготовке информационного контента для телесюжетов, интернета, печатных материалов, федеральных и международных СМИ. Он вошел в тройку лидеров среди 11 городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. А Сочи тем временем начал подготовку к новой волне и Формуле-1. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.